Здравствуйте! Сегодня я буду рассказывать об архитектуре Древнего Египта и Древней Месопотамии. Мы коротко рассмотрим основные типы построек Древнего Востока – египетские пирамиды и храмы, зекураты Междуречия, и обратим внимание на особенности этой архитектуры, как конструктивные, так и художественные, которые будут заимствованы из нее следующей античной цивилизацией. Сначала о Египте. Ну, вы знаете уже, что в истории Египта есть три основных периода – Древнее Царство, Среднее Царство и Новое Царство. В Древнее Царство египтяне строили в основном пирамиды, в Новое – храмы. В Среднее Царство они строили нечто среднее, на то оно и среднее. Огромное влияние на культуру и, в особенности, на религию Древнего Египта оказала география этой страны. Египет – это Нил. Для египтян весь мир – это река, по берегам, которые они живут. Нил течет в меридиональном направлении, это тоже очень важно. Солнце восходит над восточным берегом Нила и заходит над его западным берегом. Как полагали египтяне, солнце ежедневно умирает. Значит, запад – страна мертвых. Значит, мертвых надо хоронить на западном берегу Нила. Легко понять, что все горы, окомляющие запад Долину Нила, за эти тысячи лет оказались буквально фаршированы мумиями. И некрополи фараонов, их пирамиды и погребальные храмы, на которые мы сейчас посмотрим, это самое заметное, но на самом деле крохотная часть этой грандиозной страны мертвых. Жизнь мертвых, по мнению египтян, ничем не отличается от жизни живых. Они, как думают египтяне, мертвецы, едят, спят, занимаются сельским хозяйством, если это мертвецы-крестьяне, либо охотятся и воюют, если это знатные мертвецы. Разница с земной жизнью, в общем, только в том, что в загробной жизни они это делают вечно. Поэтому погребальные архитектуры египтян – это монументализированные версии их повседневной, жилой архитектуры. При этом жилая архитектура не дошла до наших дней, так как строилась из очень хрупких материалов. Стены складывали из крепича, который на самом деле был кубиками спрессованного и высушенного нильского ила. А вот погребальная архитектура сохранилась прекрасно, так как ее довольно рано начали делать из камня. Гробница – это увеличенная каменная версия дома. Прежде чем они начали строить пирамиды, египтяне строили гробницы, которые современные жители Египта, арабы, называют арабским словом «скамья», то есть «мастаба», так они это говорят. Вот древнеегипетская мастаба, она напоминает дом. Это как бы жилище мертвого. И в это жилище родственники ходят к нему в гости. В мастабе есть комната, куда родные покойника приходили с дарами ему. И на стене этой комнаты внутри была нарисована дверь. Дверь, которую невозможно открыть. За ней нет пространства, она просто нарисована на глухой каменной кладке. И понятно, что символически там, за этой дверью, начинается мир мертвых, но она никогда не откроется. При этом только символически. Потому что, ну да, мастаба – это надгробие, под ней находится реальная могила. И в ней есть ход. Шахта, которая пересекает мастабу по вертикали, снизу вверх, и глубоко уходит в породу, как правило, в скалу под ней. Но в эту шахту и вспоминальные комнаты невозможно добраться. Они никак не связаны между собой. У мастаба интересное соотношение внешних поверхностей и интерьера. Мы привыкли считать чем-то вполне естественным, что стена – это такая оболочка вокруг комнаты. И в ней одинаковая толщина во всех местах. Но египтяне древнего царства пока еще лишены этой интуиции. Можно сказать, стену они еще не изобрели. Во всяком случае, современное понимание этого слова. Между интерьером мастабы и ее внешними очертаниями нет связи. Единственная маленькая комнатка, вырыта в этом объемистом сооружении, как пещерка в скале. И вот это сооружение, которое египтяне возводили уже много сотен лет, однажды превратилось в нечто новое, в пирамиду. Известно, как это произошло. Ну, без деталей, но история примерно такая. Архитектор, которого звали Имхотеп, строил мастабу надгробие для очередного фараона Джосера. Построил, а фараоны не думают умирать и готовы делить бюджет на дальнейшее строительство. Ну, что делать? Имхотеп расширил мастабу, сделал ее еще крупнее. Бюджет все не кончается. Но ему надоело ее бесконечно расширять. Он взял и построил еще одну мастабу, поменьше, на крыше первой. А потом еще одну, еще несколько. И получилась ступенчатая пирамида. Ступенчатая пирамида фараона Джосера – это первое в истории архитектуры, первое в истории человечества, относительно точно датированное сооружение, которое не стелится по земле, а поднимается вверх, причем на грандиозную высоту – 62 метра. Никогда прежде человек не смотрел на архитектуру, задрав голову. Изобретение высотной архитектуры, но это почти как изобретение аэроплана. Человек теперь мог подняться в небо хотя бы взглядом. Это ошеломляло. Ошеломляло настолько, что в последующей эпохе имхотепы в Египте почитали как бога. Но пирамида Джосеры – это еще не типичная пирамида. И дело не только в том, что она ступенчатая, а также в том, что она в плане прямоугольная, как Мастебе, не квадратная. И фараон был погребен не в теле пирамиды над землей, как стали делать позже, а как в Мастебе – в шахтной гробнице под пирамидой, под ее фундаментом. Тип классической египетской пирамиды складывается постепенно. Известно несколько пирамид промежуточных типов. И окончательно он сложился в эпоху Четвертой династии, фараоны которой построили самые известные и самые крупные из египетских пирамид – Некрополь в Гизе. Эти пирамиды построены, ну, примерно через сто лет после пирамиды Джосера. И они намного крупнее. Они просто колоссальны. Их размеры так чудовищны, что не верится, что человеку под силу построить такое. Классическая египетская пирамида – часть сложного погребального комплекса, который включает в себя два храма – нижние, расположенные в Нильской долине, и верхний, коридор Дромос, соединяющий их, саму пирамиду, обнесенную оградой, и маленькие пирамиды-спутники, находящиеся также внутри этой ограды. Пирамида строго ориентирована по сторонам света. И весь погребальный комплекс тоже стремится вытянуться вдоль оси восток-запад. Восточнее всего находится нижний храм. Из него по Дромосу человек поднимается в верхний храм, и из верхнего храма входит на огороженный участок с пирамидой. Из Нильской долины он движется все дальше на запад, в сторону страны мертвых. В дальнейшем это отношение к монументальному ансамблю как к особым образом оформленному пути сохранилось в египетской архитектуре, даже после того, как египтяне перестали строить пирамиды. Но этот образ, этот прием будет кардинально преосмыслен. Продолжение следует... Продолжение следует...